Друзья, рады приветствовать всех, кто рядом с нами и всех, кто сегодня долучился до переглядя этого видео. Вы на YouTube-канале «Фабрика новин». Я Юрий Бибик. Не забудьте поставить лайк, оставить свои комментарии, как вы обычно и делаете, и, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал «Фабрика новин». Мой гисть – пан Борис Пинкус. Вы все ее чудово знаете. Борис, здравствуйте. Рад вас приветствовать, рад вас видеть. Добрый день, дорогие. Рад быть на вашем канале и слава Украине. Героям слава. Огромное спасибо, что вы с нами и спасибо, что всегда время для нас находите. Вы знаете, тем немало на самом деле. Но вот начать бы я хотел, конечно же, с самой актуальной для Украины. И я думаю, что в Штатах тоже об этом говорят. Дело в том, что президент Украины Владимир Зеленский в конце этого месяца, в конце сентября, посетит США и встретится с Байденом. Он представит ему план победы. Также предоставит его фактически Харрис кандидату в президенты и Дональду Трампу. И вот что у нас есть по состоянию на текущую минуту об этом, что известно. Штаты уже ознакомились с планом президента Зеленского по окончанию войны. Об этом заявляет постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции, сообщает «Голос Америки». И она говорит, что мы считаем, что они излагают стратегию и план, который может работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь в Нью-Йорке. В конце этого месяца еще раз напомню. Мне известно, что план состоит из пяти пунктов. Подробностей нет, но по сути есть несколько ключевых историй. И одна из них – это возможность Украине предоставить право использовать дальнобойное оружие и поражать цели на суверенной территории Российской Федерации. Много об этом пишут, много об этом говорят. И, казалось бы, пресса уже фактически подошла к тому, что решение принято, но публично ни лидеры США, ни лидеры Великобритании об этом не заявляют. Вот давайте с этого начнем. Там есть еще один пункт, кстати, на НАТО. Что вы думаете, почему так долго принимается это решение? Будет ли оно вообще принято, как вы считаете? До сих пор давайте рассмотрим анатомию помощи Америке и Украине. С первого дня, 24 февраля 1922 года. С первого дня, я помню, выдающегося генерала Залужного в самом начале, который, прекрасно зная, что может произойти, если не будет соответствующего военного оборудования, как оборонного характера, так и наступательного, то Украина будет в опасности. А генерал Залужный это говорил уже в первые дни войны. Но президент Зеленский буквально за неделю до агрессии этих варваров, 24 февраля 1922 года, встречался с Харрис на Мюнсковской конференции по безопасности в Европе. Тогда еще, как таковой, агрессии не было, но Путин уже стягивал свои войска к границе с Украиной. И вот Зеленский тогда еще, встречавшись с Харрис, открыто ей дал две своих просьбы, важные, горящие просьбы. Первое. Пожалуйста, примите какие-то санкции, которые могут затормозить или не дать возможности Путину начать атаки против нашей страны, а они в любой момент могут иметь место. Вторая просьба. Дайте нам оружие, которым мы могли бы хотя бы обороняться. И вы знаете, та же самая Харрис, которая хочет сегодня уже быть в Белом доме, как президент, с порога отмела, даже не свяжавшись со своим боссом, с Байденом. Тут же сказала, это неприемлемо. Вот об этом буквально более недели назад написал Wall Street Journal, которому можно верить в этом. Хотя иногда прокольчики бывают, я удивился недавно, там ерунду было написано, ерунда, что не свойственно этому изданию. И тем не менее, вот этой информации можно поверить. Так вот, смотрите, конечно же, Байдену очень было не по душе заниматься войной в Украине. По многим причинам. Одна из главных причин – это боязнь, это нерешительность, это трусость ввязываться, знаете, в перебранки с Россией, которую Байден с первого дня называет ядерной державой, не надо нас сталкивать, не надо провоцировать. И вот так на протяжении всего времени, начала войны в Украине, по сегодняшний день, его оговорки, его опасения продолжают иметь место. И, казалось бы, ВСУ проявляет чудеса просто, героизма, защищая свою землю. ВСУ не только смогла отстоять свою территорию, но и за это время смогла вернуть более 50% оккупированных территорий. Сегодня 18% сегодня занято ВСУ российской армии на территории Украины. 18%, не более. И, мало того, ВСУ, умея защищаться, доказало, что она умеет еще и, знаете, присутствовать на территории самой России. Курская область, самый наглядный пример. Более того, Украина сегодня может и пойти вот по тому маршруту, по какому шел тот самый, вы знаете, этот друг Путина, Пригожин, может, может дойти до Москвы, нет проблем, запросто, бить может. Мало того, Украина уже сама разрабатывает потрясающие дроны, которых нет вам ни у кого. О, морская армия дронов потрясающая, у американцев нет ее, между прочим. У Украины она уже есть. Более того, она нанесла стратегический ущерб России, заставив ее перенести свой генштаб из Симферополя, о, Севастополя, прошу прощения, из Севастополя в Новороссийск. Это сделало ВСУ. И главное, ВСУ может запросто, более того, взять и Курскую атомную электростанцию запросто, и надо было бы это сделать, потому что русские держат Запорожскую атомную электростанцию, знаете, вот так вот, чтобы в будущем баш на баш поставить на торги, сказать, ты уходишь отсюда, а мы оттуда, только так. То есть, ВСУ на многое способна. Казалось бы, дайте ей, что она просит. А вам другое скажу, сегодня очень много внимания обращают на гуманность украинской армии, как они себя ведут в районах Курской области, поддерживая, помогая старикам, женщинам русским, оставшимся в этих деревнях, и хлебом, и солью, и лекарствами. Вы посмотрите, разве это сравнимо с теми варварами, как они себя вели в Буче, Ирпении, Изюме, Мариуполе и многих других оккупированных территориях. Вот где уровень развития в цивилизации этих двух народов. Это несравнимо, друзья мои. Даже это не вдохновляет сегодня администрацию Байдена. Почему надо откладывать до сессии ООН? Вы мне скажите. Аж 24-го, ребята, каждый день дорог. Каждый день, каждый час. Вот мы сегодня с вами говорим, вот сейчас продолжают падать дроны и ракеты на украинскую землю по сей день. Понимаете как? И торги идут. И мало того, ряд европейских стран, обещавших тот же Шольц или тот же Макрон. Шольц обещал свои Таурусы, а Макрон скалпы свои давать. А Британия, Британия, Storm Shadows, которые есть, конечно, Украина, но полного разрешения еще нет для применения на территории России. Все смотрят в рот Байдену, а Байден заигрывает, продолжает торговаться с кем, как вы думаете? С внутренним своим прогрессистским крылом, которое угрожает ему, что если он будет продолжать воевать с Россией и не закончить войну в ближайшие дни, по той границе линии фронта, которая сегодня имеется, то успеха в выборах 5 ноября партии демократически не видать. Вот так стоит сегодня разговор. И главный вопрос, даст разрешение или нет? А вы знаете, какой будет ответ? Он даст, но с ограничениями. Он четко укажет границы, в пределах которых можно стрелять. Опять-таки, вы посмотрите, что происходит. Какой ответ подготовил Байден Зеленскому, когда Зеленский сказал, мы будем бить только по военным аэродромам. Вот вам план российских аэродромов, куда мы будем бить на территории России. Именно оттуда взлетает. И ответ подготовленный Пентагоном. Как вы думаете, какой? А вы знаете, вот тот план аэродромов, который вы представили, он уже не существует. Русские убрали давно свои самолеты с этих территорий, то есть они уже за пределами досягаемости тех ракет Атакамсов, которые вы просите. Но Зеленский же не растерялся. Умеров, будучи здесь, министр обороны, представил другой план. План, где находятся склады хранения военных запасов, например, и амуниции. Оставим самолеты в стороне. Но кроме самолетов многое другое используется против Украины. Поэтому вот этот план был представленный и они принять приняли и до сих пор ответа не дают. Они не знают, что придумать, чтобы оттянуть, чтобы не дать. Вы понимаете, как? Но не дать уже не могут совсем, потому что, конечно же, и Стармер, премьер-министр Великобритании, настаивает сегодня на том, что помни, конечно же, и Макрон, уже не раз угрожавший оказанию помощи Украине, даже живой силой, понимаете, оказывается в неудобном положении, как быть дальше. И, конечно же, под этим натиском Байден скажет, окей, мы можем позволить, но вот в пределах вот этих границ на территории России. То есть далеко не надо. А вы что думаете, почему сегодня ВСУ, имея потрясающие возможности уничтожить главную военную артерию России, Крымский мост, до сих пор не разрушает? Да потому что Байден не позволяет. Не надо, говорит, этого делать. Это будет слишком. Не надо злить Путина. А Путин, прекрасно зная Байдена, он уже говорит, вот пусть попробуют, а я буду применять ядерное оружие. Зная слабинку, трусость Байдена. И это работает. Это работает в пользу Путина. Потому что Байден уже вот знаете, опять насторожился, опять начал знаете, вот отступать в сторону и опять-таки будет тыкать носом вот тех, кто его уговаривает дать там ракеты большой дождей, будет говорить, вот посмотрите, я не хочу этой войны. Особенно сегодня при двери выборов. Нам это не надо. Вот такая сложнейшая ситуация сегодня. Плюс к этому есть генералы, которые хеккер есть такой известный генерал в Америке. Он, например, говорит, вы понимаете, что получается? Мы даем Украине ракеты стоимостью 1 миллион долларов, а по Украине, над Украиной летают дроны российские, которые стоят 10 тысяч долларов. Ну, как вы считаете, сопоставимо стрелять по таким вот дронам дешевым, относительно дешевым, вот такими дорогостоящими ракетами. А ответ у Зеленского есть, когда Зеленский и военачальники России, инженеры Украины, они разработали прекраснейший план, как они могут бороться с военно-воздушными силами России. Для этого они говорят, что у нас есть свои дроны, нам нужны комплектующие. Хотя мы сами разрабатываем, они намного дешевле, чем те, которые поставляет та же Америка и другие страны Европы. И тем не менее украинцы сами смогли инженерно разработать такие дроны, которые и дешевле, и не менее эффективны, чем западные дроны. Но для этого Зеленский говорит, дайте нам комплектующие, и мы будем своими дронами долбать по России. Хорошая новость, буквально сегодня было землетрясение в Тверской губернии. Раздолбали там огромнейшее хранилище военных запасов, снарядов, снаряжений. Это был потрясающий успех ВСУ. И вот так может быть везде. И вообще... Извините, а это наоборот вот такие успехи, как вы вспомнили, Тверская область. Они подталкивают администрацию Байдена снять ограничения? Или они никак не являются все равно? Вы знаете, с опаской, как бы там лишнего не было, чтобы не задеть то, не задеть это, знаете, не дразнить медведя. Вы понимаете? Вот такое вот отношение к этому. Но, конечно, много друзей Украины, которые говорят, вот видите, Украина на все способна. Почему этому варвару можно бить по больницам, можно бить по школам, можно бить по гражданским объектам, намеренно, целенаправленно убивая гражданское население с целью, знаете, вселения страха в этот народ, чтобы народ наконец-то сказал, мы устали, пропадите вы пропадом, заканчивайте войну. Вот на это он рассчитывает. И, конечно, рассчитывает на апатию и на усталость народов Западной Европы и Америки, особенно при двери выборов, очень важных выборов в Америке. Понимаете, то есть у нас тоже конфликт, конфликт между, вы понимаете, в политической элите, самый наглядный пример, опять балбес, вот старший сын Трампа, видите ли, вот опубликовал статью недавно в Дехил о том, что он, видите ли, вот надо заканчивать вот по этой линии фронта, отдавать Крым, отдавать там четыре области Украины, то есть он вторит как раз тому, что говорил Венс, тот самый балбес Венс, от которого мы сегодня все страдаем. Я говорил всегда в наших эфирах, грубейшая ошибка Трампа с выбором его. Маленький вам пример, последние опросы показывают, что позитива от выбора Венса Трамп не получил, абсолютно. Он уже проигрывает от трех до пяти процентов Харрис, уже, и несмотря на то, что очередная попытка покушения на Трампа, казалось бы, рейтинг может пойти вверх, это уже на народ не влияет, никак, абсолютно. Ну, там покушение, попытка была, пятое, десятое. Почему, друзья мои, на это рассчитывать нам не нужно, если мы хотим, чтобы Трамп победил? Нужны конкретные действия, конкретные разговоры о планах твоих, как ты можешь решить судьбу войны в Украине, на что Трамп не осмелился сказать на дебатах последних, где он провалился, к сожалению. Таза и Харрис, между прочим, она тоже не сказала, что она желает победы Украине, абсолютно нет. Она говорила, что будем помогать, как помогали, но этого недостаточно. Помогать, чтобы не умер, это не помощь, нужна помощь, чтобы победил народ. Вот это очень важно, это разные вещи. Поэтому в этом отношении, конечно, у нас передряга большая политической элите, учитывая, что выбор Трампа был, конечно, грубый, недальновидный, и я даже боюсь сказать, катастрофический, потому что это может существенно повлиять на результаты выборов 5 ноября. Все предсказания Ники Хели сбываются, к сожалению, и мы еще горько будем жалеть о том, что Трамп не ослушался подавляющего большинства республиканцев. Он сделал грубейшую ошибку. Мало того, он сам, к сожалению, обладая огромным послужным списком, который он заработал в первой каденции, он не может сегодня воспользоваться, не умея акцентировать, расшифровывать, делать правильные выводы и, опираясь на свой опыт в первой каденции, говорить, как он сегодня будет решать проблемы в Америке. Тем более, я вам просто напомню, что в истории Америки еще не было такого случая, чтобы новый президент унаследовал от уходящего президента такое ужаснейшее наследие, как сегодня две войны, которые могут действительно перерасти в термоядерные. Это Ближний Восток и Украина. Причем Украина в центре Европы, друзья мои. Причем агрессор, агрессор, который постоянно угрожает, что он будет применять ядерное оружие и красные линии его сегодня уже превратились давно в зеленые, а окружение Байдена все еще воспринимает их как красные одну и ту же мантру лопочет, что не надо спровоцировать, не надо эскалировать. И тем не менее я вам приведу пример еще один убедительнейший. Ведь по закону России вот эти области Украины оккупированные и Крым уже на законном основании являются территорией России, а Украина долбает по ним в хвост и в гриву. А где реакция Путина? Мало того, ВСУ уже на территории самой России, Курской области. Где реакция Путина? Где клич вставая страна народная? А где партизанское движение против, как они говорят, террористов, оккупантов, как хотите? Где оно? Не будет. Не будет. Вот это разве не является причиной хотя бы для того, чтобы Байден дожал Путина. Сказал, вот тебе срок. Не выводишь свою армию за границей 1991 года за неделю, я даю Украине все, что ей нужно. Более того, я приму к сведению и выполню обращение в Белый дом сенатора Линдси Грэма, сенатором республиканца, сенатором Блюментелом, демократом, которые, будучи в Киеве последний раз, обратили внимание на то, что Америка может послать ветеранов, летчиков, для того, чтобы они пользовались самолетами Ф-16. Могут они это сделать? Если бы Байден это заявил, может, вероятность велика, что-то сдвинулось бы с мертвой точки, и тот накал опасности, который висит над Украиной сегодня, он бы снизился, можно было бы по-другому подойти. Это один вариант. Второй вариант это Китай. Китай в... ...ракетах из Ирана, открыто поставляемых, то есть противодействия этому нет абсолютно со стороны администрации Байдена. Никакой. Я... Ну, с Китаем-то можно на дипломатическом уровне, с Ираном нет. Иран признает, как любой террорист, только силу. Поэтому дать возможность Биби Натальязу разобраться с Ираном, а Израиль это может, вам потрясающий пример. Посмотрите, что произошло вчера в Ливане. Потрясающе. Великий Моссад сделал то, что не удавалось сделать никому. Я прошу прощения. Вы извините, а можно я вот отдельным вопросом про Моссад еще спрошу обязательно? Просто, чтобы точку в нашей теме поставить, хочу вот еще о чем спросить. Там есть еще несколько пунктов этого плана, как мы уже обсудили, и один из них, как пишет издание Le Monde, сегодня состоит в следующем. Зеленский надеется получить от Байдена приглашение в НАТО до января 2025 года, то есть до завершения каденции действующего президента. То есть, чтобы Байден соответствующим образом повлиял и приглашение Украина получила. Но тут вот позвольте несколько вопросов. был юбилейный саммит, не было никакого консенсуса. За несколько месяцев это невозможно сделать. От одного Байдена это тоже не зависит. Нужно убедить Германию, нужно убедить страны, такие как Венгрия, например, на это не пойдут. Это выглядит просто как фантастика. Я хочу спросить, может ли это соответствовать действительности? Это может пиар, простите, вот так грубо спрошу, или в этом есть некая перспектива, я не знаю. Во-первых, давайте будем объективными и говорить прямо, называть вещи своими именами. Пока демократы в Белом доме, никогда, никакого членства Украины в НАТО речи не будет. Запомните это. Точка. Я бы, я бы, на месте Зеленского больше бы акцент делал бы на ратификации того договора о взаимной помощи между Украиной и Америкой, которая была достигнута между Зеленским и Байденом в Италии, когда G7 последняя проходила в Италии, и вот тогда было подписано соглашение между два президента. Но этого недостаточно, надо быстрее это ратифицировать, пока новый Конгресс не появился. Понимаете, в Вашингтоне до выборов, ведь я вам напомню, 5 ноября переизбирается все 435 конгрессменов и 35 сенаторов. А где гарантия, что после 5 ноября или в январе уже будут такое количество сенаторов и конгрессменов, которые будут за Украину, там тоже будут внутренние разборки, неизвестно к чему это еще приведет. Поэтому почему бы этому балбесу Байдену не сказать Шумеру с одной стороны и Хакиму Джеффрису, лидеру меньшинства и даже другу Украины, спикеру, Майклу Джонсону сказать, слушайте, давайте быстрее это, мы с Железенским это сделали. Разве это не было бы потрясающим хотя бы психологическим фактором, вы понимаете, который повлияет не только на украинский народ позитивно, но и на наших врагов с вами. То есть, вы понимаете, если это будет ратифицировано, то новый бюджет финансовый, который, кстати, заканчивается 30 сентября этого года, уже был бы предусмотрен, уже бы предусмотрел оказание помощи Украине на новом уровне с учетом требований Украине, нужд, там никакой НАТО не нужно. То есть, другими словами, это было бы точно так же, как и между Америкой и Израилем. Хотя администрация Байдена не поддерживает внешнюю политику Израиля, но она вынуждена давать деньги, потому что есть закон, закон принят Конгрессом, 3 миллиарда минимум каждый год Израилю дают, потому что это закон, а не потому что этого хочет тот или иной президент. Этого надо было добиться бы быстрее. НАТО, пока, еще раз говорю, пока демократы в Белом доме, забудьте про НАТО. Я вам больше другое скажу, любому президенту, кто в Белом доме, если у него нет желания помочь Украине, он будет цепляться за устав НАТО. В уставе НАТО сказано, что пока идет война на территории той или иной страны, претендента начнется в НАТО, ни о каком членстве не может быть и речи. Поэтому, понимаете, надо бы, я не пытался бы даже педалировать этот вопрос членству НАТО. Надо быстрее узаконить договор о взаимной безопасности между двумя странами Украины и Америкой. Быстрее. Но, опять-таки, вы посмотрите, от Байдена это не исходит, хотя он подписал это. Посмотрите, как. Более того, даже 6 миллиардов, я говорю об этом постоянно в эфира, 6 миллиардов украинских денег, которые висят сегодня в воздухе, Байден не решается быстрее отдать Украине до 30 сентября этого года. Потому что, если он их не отдаст, то они все, они просто исчезнут, коту под хвост. Это новый финансовый год, надо новое финансирование вносить в бюджет и надо опять голосовать. В этом вся проблема. Нет воли. Хотя... А от кого зависит судьба вот этих 6 миллиардов долларов? От кого конкретно? Только Байден. Ага. Ну, Конгресс, друзья мои, эти деньги из тех так называемых 61 миллиарда, который был узаконен благодаря республиканцам 20 апреля этого года. Но Андрей Иларионов, один из, пожалуй, самых выдающихся сегодняшних экспертов на русскоязычном поле, он потрясающий анализ сделал. Детально эти 61 миллиардов, что, куда, идет. И еще тогда, сразу же после принятия закона, Андрей здорово написал, что, ребята, не надо, знаете, заниматься самоуспокоением и радоваться. В этих 61 миллиарде в этом, там всего менее 10 миллиардов в Украине, он даже точную цифру назвал 8, так оно и оказалось. То есть по сегодняшний день, с 20 апреля этого года, а сегодня, вот середина сентября, только 2 миллиарда выделено Украине, оборудование вышло 2 миллиарда только. И эти 6 миллиардов еще не использованы. Казалось бы, зачем? Почему ты издеваешься над народом? Деньги же дали, ты же, Байден же, он сваливал все на республиканцев. Помните эти злополучные 6 месяцев, когда в начале года, когда были, была перебранка между демократами и республиканцами о том, оказать помощь Украине или нет. Ну, ряд балбесов там у нас, республиканцев, хотели связать это с укреплением безопасности на границе с Мексикой. Даже тогда у Байдена были 4 миллиарда. Он их не дал Украине. Понимаете как? И сегодня 6 миллиардов опять висят. И он не решается их давать. Правда, вчера буквально Блинкин заявил, ау, мы готовим большой пакет помощи Украине. Но будут эти миллионы там, несколько сот миллионов, миллионов. А что делать с этими миллиардами? Ведь Украине сегодня нужны атакамсы. Стоимость одного атакамса 10 миллионов долларов, друзья мои. Почему не дать? Почему не дать? Почему не дать, например, те же патриоты? Да, они дорогие, 1 миллиард стоит одна система патриот. Но бывшие в употреблении и каковыми являются более 100 систем патриот в наличии у 19 стран членов НАТО, они бы могли свободненько отдать в обмен на новые модели патриот, которые в Америке уже давно разработаны и имеются у нас в запасниках. Можно было, то есть нет желания, я не говорю о двух тысячах этих самолетов F-16, которые в европейских странах и не только европейских странах, и арабские страны имеют, которые хотят поменять их на F-35, на самолеты нового поколения, их тоже можно было бы отдать Украине закрытыми глазами. Этого нет. Нет воли, дорогой мой, нет воли, нет желания, чтобы Украина уничтожила путинский режим. Я говорил и повторю еще раз. Рядом с Байденом сидят советники, которые говорят, что Путина надо оставить. С ним легче договариваться. Мы 20 с лишним лет с ним общаемся. И неизвестно, кто за ним будет. Оппозиции никакой нет. Если мы разрушим путинский режим, начнется распад России. И часть регионов России может перейти к Китаю, который намного опаснее, чем Россия. И самое страшное другое. Неизвестное, в чьи руки попадет ядерное оружие России. А вдруг оно окажется в руках исламистов. Вот такие ужаснейшие доводы приводят те, кто висит на шее у Байдена, который давно уже стал овощем. Он решение не принимает. Там Обама пахан демократов. Обама там стоит за ширмой. Он диктует, он ниточки дергает, кому что сказать, кому что сделать. В этом вся трагедия. И Харрис ничуть не лучше, а даже хуже в тысячи раз. Вы посмотрите, не дай бог, если она победит, не дай бог. Дорогой Борис, хочу вас попросить прокомментировать еще то, о чем вы вспомнили, кстати. Потрясающую, потрясающую операцию великого Масада, когда в террористах, в руках, в карманах, где угодно взрывались пейджеры, начиненные взрывчаткой. Сегодня в столице Ливана мы тоже видели, как рации взрывались у террористов, какие-то бытовые предметы и так далее. И вот по сведениям журналистов, вся эта техника была закуплена около 5-6 месяцев назад вместе с партией пейджеров. То есть можно предположить, что это связаны между собой вещи, и здесь действительно присутствуют израилями прямое отношение к этому. Я хочу вас, во-первых, попросить прокомментировать, а во-вторых, вы уж простите за такую отсылку, но почему так-так нельзя сделать с Российской Федерацией? Что мешает? Это же просто потрясающий пример. Потрясающий. Правильно. Совершенно верно. А вы что думаете, Белому дому это понравилось? А вы посмотрите, какая реакция Белого дома. Они говорят, ой, там пострадали невинные люди. Вы посмотрите. Вы знаете о том, что еще ни одна армия в мире так гуманно не обращалась с народом врагов, как израильская. Я вам приведу пример. Вы знаете о том, что когда американская армия воевала и в Кувейте, и в Ираке, и в Афганистане, к примеру, я не говорю про Вьетнам и другие еще ранние периоды, времена, когда Америка вела войны. Вы знаете соотношение между жертвами среди военного контингента и мирного населения, вы знаете, один к десяти. На одного солдата, убитого из стана врагов, десять мирных граждан убивалось в этих странах. У Израиля полная противоположность, полная противоположность. Насколько гуманно израильская армия обращается сегодня и с этими негодяями, хамасовцами и газовцами. Молите вам пример. Тоже население газы, которое стало жертвой этих хамасовцев, по сей день до 90% поддерживает Хамас. По опросам западных средств массовой информации, не израильских, именно западных, по сей день они выражают ненависть к Израилю. И тем не менее, Израиль по сей день дает электричество, дает воду, поставляет медикаменты и даже лечит этих негодяев в госпиталях Израиля. Я не говорю о том, что перед атаками, израильская армия посылает листовки, на арабском языке предупреждает, чтобы они покидали жилые дома, сейчас будет атака произведена, им дается время на это. В какой армии это делается? И я горжусь ВСУ. Точно так ВСУ сегодня ведет себя в Курской области. Честь и хвала великой армии Украины. Я возвращаюсь к главному. А вы знаете о том, что Украине давно надо создать свои спецслужбы. Работать тесно с израильтянами. Почему? Потому что, ребята, и Украина, и Израиль это одна линия фронта. И Украина, и Израиль это бронежилеты западной цивилизации. Именно вы сегодня две страны, два народа, жертвуя своим населением, останавливаете этих варваров в Средневековье. Благодаря вам. Поэтому сегодня как никогда бы работать вместе двум спецслужбам и Украины, и Израиля. Общий враг. Другая интересная новость сегодня. Уже начали взрываться айфоны в Совом Ливане. Вот только что была информация израильских средств массовой информации. Айфоны! Вы можете представить? Так что то ли еще будет? Это только начало. и честь и хвала Моссаду, который сегодня реабилитировал себя после провала 7 октября. К сожалению, это предмет отдельного разговора, там расследование еще будет. И тем не менее, Моссад показал, на что способен Моссад. И честь и хвала сегодня этот может произойти в любой стране мира. Запросто Израиль может. Честь и хвала израильской армии. Точно так же, как и украинской. Поэтому сегодня нужны связи тесные, как никогда. Особенно спецслужбам. И ничего грешного нет, если сегодня ВСУ будет организовывать атаки в тылу России, где бы это ни было. Точно так, как это делает Израиль. Плюс к этому начать ликвидацию персональную любого российского военного или дипломата, кто бы он ни был, где бы он ни был, уничтожать. Как это делает всегда Израиль. Точно так надо делать. Понимаете как? Нельзя останавливаться. На войне надо вести себя, как на войне. И никакой гуманности. И не надо смотреть в сторону Запада. Своя рубашка ближе к телу. Дай бог Украина победит. Она должна иметь свое ядерное оружие. Все. И никаких там Плинтонов Клинтонов не должно быть. Никаких меморандов о Будапештке, как это было. Поэтому я возвращаюсь к тому договору, который Зеленский подписал с Байтоном на G7 в Италии. Если не будет ратифицирован этот договор, он примет статус Будапештского меморандума, на который можно будет потом плюнуть. Вы меня поняли? Вот это очень важно. Поэтому мы со своей стороны, я буквально на днях был на встрече с очень известным нашим сенатором, он за Украину руками и ногами, я ему напомнил об этом. Он говорит, Борис, это great idea, над этим надо работать, я согласен с тобой. Но вы понимаете, должна быть улица с двухсторонним движением. То есть из Украины идет давление на этот человек, а мы снизу толкаем своих депутатов. Вот так должно быть. быстрее, время идет, 5 ноября уже на носу. Неизвестно, кто будет избран, кто будет переизбран. Вот это проблема. Время идет. И вот сегодня, вот видите, как оттянул этот Байден встречу с Зеленским аж 24 сентября, когда начнется сессия ООН. Далеко еще, хотя сегодня 18, там еще неделя есть. И тем не менее, я бы, например, приехал бы пораньше, не ждал бы 24-го. Приехал бы пораньше и сказал, слушай, каждый час дорог. Окей, мы сейчас с тобой говорим, у меня люди умирают там. Мы защищаем вас, именно вас. Вот так вот должно быть. Есть другой потрясающий эфир, потрясающие слова. Большое спасибо вам за этот эфир, потому что вы умеете воодушевлять. И огромное спасибо от нашей необъятной аудитории. Еще раз повторяю, всегда просит передать вам привет. Вы знаете, как вам здесь относятся в Украине, поэтому спасибо огромное за поддержку и всего самого доброго. От меня лично спасибо за этот эфир, было просто невероятно. Спасибо большое, дорогие. Слава Украине и слава народу Израиля, израильтянам. Это два народа, которые сегодня являются нашей крышей. Именно благодаря вам эти варвары не могут проникнуть к нам. Спасибо вам за это. Низкий поклон. Слава Украине и слава Израилю. Героям слава. Спасибо большое. Всем привет.